Развитие государственных и муниципальных услуг обсуждали сегодня члены правительственной комиссии. Эффективным проводником между государством и гражданами должны стать многофункциональные центры. Качество работы МФЦ – один из ключевых вопросов повестки дня. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Региональная сеть многофункциональных центров становится все более универсальной. С прошлого года здесь начали оказывать и адресные услуги предпринимателям. Окна для бизнеса – приоритетный проект. На территории Чувашской республики в 2018 году должны функционировать 20 окон в МФЦ, которые специализируются на предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг иных организаций и мер поддержки предпринимателей. В соответствии с соглашением СМИ на эконом-развитие России о предоставлении Чувашской республики субсидии на развитие в республике проекта выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Из республиканского чуть более 957 тысяч рублей. Вслед за городскими МФЦ окна для бизнеса открывают и в муниципалитетах. На очереди многофункциональный центр Чебоксарского района. Для открытия дополнительного окна, это 9 окна, значит, мы все-таки определили в помещении, это в самом же здании администрации, по заключению договора решения. И по смете? Да, и по смете. Хорошо, тогда ждем в течение недели, что вопрос будет закрыт. Но просто открыть окна недостаточно. Необходимо обеспечить их загрузку. Пока же большинство предпринимателей с вопросами развития бизнеса обращаются по старинке к специалистам администрации муниципалитетов. В республиканском Минеке считают, что здесь недорабатывают и представители МФЦ. По городу Чебоксара 4,5% выполнения ключевого показателя, по Ново-Чебоксарску 17,8%. Это у вас находятся основные получатели этих услуг и у вас в Ново-Чебоксарске. За счет вас двоих у нас 25,9% в республике. Понимаете? Потому что мы не знаем, что мы можем предоставить. Члены правительственной комиссии указывают и на другую проблему. Большинство муниципальных МФЦ не отвечают современным стандартам. Где-то не хватает информационных табло и консультантов, где-то комфортабельных зон для ожиданий. Мы когда создавали МФЦ, не учитывали критерию? Или они потом вносились изменения? Мы когда создавались, изменение законодательства было иное. Модернизация центров госуслуг – задача для муниципальных властей, отмечает Иван Моторин. Прошу прям под подпись до главы довести муниципалитет курирующего заместителя и, соответственно, до самого руководителя МФЦ. Чтобы потом не было, что кто-то не в курсе, чтобы можно было потом спрашивать, устранены эти замещения, не устранены эти замещения. Эту работу необходимо завершить в сжатые сроки. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.